Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы рассказываем про такой метод лечения, как транскраниальная микрополяризация головного мозга. Термин микрополяризация был впервые предложен в Санкт-Петербурге в Институте мозга Бехтерева. Микрополяризация – это лечение микротоками, рефлекторно направленными на те зоны мозга, которые ответственны за речь, за память, за внимание, за поведение, а также за некоторые двигательные процессы в организме. Итак, что это такое микрополяризация? Аппарат представляет собой вот такой вот аппарат-поляриз, у которого есть электродики, направленные на силу тока. Это катод и анод. Между ними существует сила тока. Микротоки равны 0,15-0,25 микроампер. Эти электродики устанавливаются специально, соответственно, зонам мозга, которые отвечают за речь. Например, на моторные центры верники и на сенсорный центр брока. Таким образом мы улучшаем речь. Между катодом и анодом образуется небольшая сила тока, и это стимулирует ревчевые центры. Сидя в такой шапочке, ребеночек ничего не чувствует, не ощущает. Между тем, существует устойчивая связь, которая приводит к восстановлению речевых функций, а также к запуску речи. Где еще используются, при какие показания для этой процедуры? Это задержки речи, задержки развития, синдром дефицита внимания и гиперактивность, невнимательность, неусидчивость, непослушание у детей, неврозоподобные нарушения, такие как тики, энурез, заикание. Также используется эта процедура при двигательных нарушениях, как в детском, так и во взрослом периоде. У детей это могут быть различные формы детского церебрального паралича, у взрослых это может быть боли в спине, сколиотические осанки, трудная подвижность спины, напряжение в зонах спины, а также различные устойчивые болевые синдромы. Кроме того, микрополяризация может использоваться локально, при различных других видах заболеваний. Существуют специальные схемы, которыми пользуемся мы при назначении микрополяризации, и здесь мы можем учитывать и психоэмоциональное состояние, и такие состояния, как депрессия, возбудимость, мания, гиперактивность и многие другие состояния. Доктор назначает эту процедуру, назначает невролог, прошедший специальное обучение по структуре микрополяризации, и в своих схемках он указывает схему наложения электродов и время воздействия и силу тока. Обычно время воздействия составляет 20-25-30 минут. Сила тока 0,15-0,20-0,25 микроампер. Это средняя сила тока, рекомендуемая врачом. Курс процедур 10-15 процедур. Лечение можно повторять через 3-4 месяца. Каких-то противопоказаний к использованию совместно с медикаментами, кроме особых случаев, не предусмотрено. Противопоказанием к этой процедуре является высокая температура, наличие острого респираторного вирусного заболевания, наличие эпилепсии в открытой форме, когда идут приступы, а также наличие на образовании головного мозга и в тех других случаях, в которых противопоказано физиолечение. Для того, чтобы принять решение о назначении этой процедуры, необходимо показаться врачу-неврологу. А перед самой процедурой рекомендуется сделать электроэнцефалографию мозга. Спасибо за внимание.